Три муниципальных предприятия готовы обслуживать жилые дома. Жилсервис, Универсалбыт и МПОСО уже получили лицензии и намерены бороться с опризнанием потребителей. Муниципальные управляющие компании должны будут задать новый стандарт оказания услуг на местном рынке ЖКХ. Они займут место тех десяти управляющих компаний, которые так и не смогли подтвердить качество своих услуг. Управляющая компания, которая не получила лицензию или была лишена, она обязана управлять до того момента, пока мы не определим с домами. В наследство от не получивших лицензию компаний осталось полторы тысячи домов. В открытом конкурсе определят, какая из трех муниципальных организаций какими домами будет управлять. Сейчас в муниципальные компании набирают сотрудников, дворников, слесарей и мастеров. Решают вопросы с помещениями и закупкой спецтехники. На это из городского бюджета выделено 50 миллионов рублей. В феврале лично я сталкивался с тем, что много посредников в этой теме. Обратите внимание, чтобы были поставщики прямые. И потом доложите мне, насколько эта цена снизилась. Алгоритм уже показан при закупке техники для дорожного хозяйства. Значит, надо идти этим алгоритмом. Убирать посредников и минимизировать цены. Делать покупки выгоднее для города, для бюджета города. Глава администрации Олег Фурсов подчеркнул, в этот переходный период не должно случиться так, чтобы жильцам перестали приходить квитанции. Собственники жилья и квартиросъемщики не должны становиться должниками. Кроме этого, он поручил сократить этот переходный период до минимума. Уже в середине августа муниципальные управляющие компании должны в полную силу приступить к работе. Жители, которые столкнулись с проблемами обслуживания жилья при смене управляющей компании, могут обратиться на телефон горячей линии департамента ЖКХ. Марина Матвеевична, Сергей Баскин, События.